здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я вам покажу вот этот вот узор я максимально его попыталась приблизить к оригиналу узор для вот этого кардигана голосования на который у нас проходит телеграм-канале будем мы вязать или не будем советую всем подписаться на телеграм-канал потому что у нас там интересно важно и актуальные новости именно там у нас вот значит еще мы решаем скорее всего этот кардиган мы будем вязать вот сейчас я вам покажу узорчик вы можете попробовать я же еще раз повторюсь попыталась его максимально приблизить к оригиналу чтобы достичь этой дырки да вот такой вот формы дырки формы и дырочки вот сейчас я вам покажу так схему я вам вот нарисовала но тут обязательно нужно посмотреть видео потому что схемам не совсем корректно то есть я ее нарисовала из нам бы если пользоваться просто схемой то у вас ничего не получится потому что нужно смотреть видео вот я там использовала знак значки которые просто есть в конструкторе но на самом деле они обозначают не всегда то что нарисовано и так число петель должно быть кратно 5 раппорт составляет 5 петель 2 3 4 5 1 раппорт 1 2 3 4 5 2 раппорт и 2 кромочные здесь никаких петель симметрии ничего не нужно вот и первый ряд лицевые петли все по схеме второй ряд кромочную петлю снимаем делаем накид 5 петель вместе изнаночной 3 4 5 есть провязали далее делаем 2 накид 5 петель вместе изнаночными 3 4 5 изнаночной вернее провязали двойной накид 5 петель вместе изнаночной накид кромочная есть я сейчас все вижу по схеме там на схеме нарисовано из одной 5 но на самом деле это 5 петель вместе ну нет значка 5 петель вместе провязать лицевой так третий ряд кромочную снимаем и тут самое интересное смотрите вот этот накид мы переснимаем с еще одним накидом далее из вот этой петли вывязываем 3 лицевой так первую петлю за переднюю стенку далее накид и третью петлю за заднюю стенку далее вот эти два накида тоже переснимаем 1 и 2 вот так вот получается у нас теперь пересняется 2 накида из этой петли делаем 3 1 2 3 и этот накид переснимаем и кромочная изнаночная вот вот таким вот замудренным способом да я тут пробовала пробовала все вот эти способы если правильные правильные вот только вот этот последний далее четвертый ряд 5 изнаночных теперь вот этот накид двойной и 2 смотрите ось 1 2 мы провязываем изнаночной 1 2 3 4 и вот этот двойной 1 провязываем изнаночной 1 лицевой далее изнаночные 4 петли 1 2 3 4 и кромочная изнаночная вот образовалась наша дырка никак по-другому у меня она не получилось чтобы она имела такую форму была приближена к оригиналу значит пятый ряд лицевые петли здесь в некоторых ну как бы изделиях оригинала можно уже начинать с первого ряда вот ну со второго а в некоторых вот есть вот эти вот еще два ряда то есть здесь уже можно начинать снова делать второй ряд вот если вам нужно не нужно вот это вот этот большой промежуток я же вижу с большим то есть еще два ряда чулочной глади вяжу один ряд изнаночными и это наш шестой ряд раппорта вот и один ряд лицевыми и это уже первый ряд все здесь провязано 6 рядов далее я начинаю с первого ряда и по итогу у нас получается этот узор если его связать мохнатиком то у нас получится как оригинал вот такая вот дырка вот эти по одному накиду это начало конец вязания по центру у нас все вот такие вот дырки все девчонки вот все так быстро и просто на самом деле а я на сегодня с вами прощаюсь с вами была вика школа рукоделия всем пока пока